Всем привет! Сейчас я буду рассматривать вот такую вот машинку Hellos. Такая вот она имеет такую обычную коробочку. Мне её прислали на тест, как сказать, на тест-драйв. Коробочку мы видим вот такую вот инструкцию, на каком вольтаже она работает. Работает она на вольтаже 5 и 10, от 5 до 10, то есть здесь подробно всё про неё. Я ранее уже слышал об этой машинке, но и не видел. Так, первые впечатления снимаю, потому что коробочку открываю первый раз. Я знал, что в ней машинка, но вот открыл, как только пришёл домой. И вот тут у нас... Так, вот вижу, чтобы смазывать, наверное, вот эту часть. В общем, обычная коробка, два картриджа на пробу, сетевой кабель, то есть не сетевой, а обычный кабель в машинке, как у Шайена. Выглядит она довольно-таки, как бы вам сказать, приятно на ощупь. Ну, вот, по крайней мере, она стильная такая. Она, скажем так, она тяжелее Шайен Пэн. И тяжелее, не тяжелее, наверное, а примерно такая же, по весу, как Dragonfly или Stingray. Может быть, чуть легче. Вот я вижу тут удобную штуку уже сразу. Это то, что здесь можно регулировать вылет иглы прям, ну, максимально точно. То есть, если ты, допустим, даже обучаешься татуировке, и мастер твой тебе сказал, вот надо там на полтора миллиметра, то ты ему полтора миллиметра ставишь. Ну, или даже ты можешь, например, тени, если ты делал, и запомнил, на каком там миллиметре ты делал, и как бы делаешь уже на нем. Ну, тут, в общем, приноровиться очень легко. Ну, в общем, она очень приятная. И просто в руке уверенно держишь какую-то такую, ну, я не знаю, как немецкая машина, скажем так, да? Вот она очень, ну, такая вот прям чувствуется, что ты держишь не китайскую ерунду, типа там, ну, я не знаю, вообще китайских машин, они сразу понятны, что не китайские. А тут она очень стильно выполнена, очень красивая. Так, сейчас пойдем ее пробовать, включать. Посмотрим, как она шумит, как она работает. Здесь у меня сейчас подключен Шайен Пэн. Их мы, собственно, и сравним, потому как они очень похожи. Ну, вот на первый взгляд, давайте вот это выключим. По размеру они практически одинаковые. Тут немного разница. Что в Шайен Пэн плохо, это то, что... Слышите, как скрипит? Вот я поближе к камере. Она очень сильно скрипит, когда ты обвиняешь... Это вообще очень не круто. Я не ожидал от немецкой компании такого. Меняешь, когда вылит иглы, это очень сильно скрипит. И даже, может быть, твой клиент, ну, как обыватель обычный в этом плане, думает, что у тебя какая-то херня, а не машинка. Потому что она скрипит. Здесь же все очень приятно. Я не то чтобы вот там предлагаю вам покупать вместо Шайена. Это просто у меня Шайена, поэтому я сравниваю с ним. Вот очень приятно, очень приятно, очень удобно. Тут вот это все вертится. Плюс еще можно смазать, там мы видели. Давайте включать. Блок у меня Critical. Тут вот 9 вольт поставим. Конечно, для Шайена Critical не самый лучший вариант, но у меня есть стартап. Поэтому от Шайена. Как-то еще. Так, сюда. Смотрим. Очень тихо. Тише, чем Шайен даже. Не то что даже вот на звук как-то, знаете, ну, плавнее вот. Потому что вот... Очень тихо. Тише, чем Шайен даже. Не то что даже вот, ну, на звук как-то, знаете, ну, плавнее вот. Потому что вот... Очень плавно. Очень. Так. И сейчас сразу включим Шайен, чтобы сравнить. Тоже на 9 вольтах. Шайен куда громче. И у этой вибрация гораздо меньше. У этой вот. Плюс, как вы понимаете, сейчас не одеты на нее иглы. Игла тоже придаст какой-то вес, да, и она вообще вибрировать не будет наверняка. У Шайена вибрация сильная. Сильнее, чем у этой машины. Ну, на первое впечатление... Все хорошо. Сейчас попробуем поработать. И сможем сказать точно. Итак, вот прошло сейчас какое-то время. Я специально выбрал, как бы, небольшую работу. Делал, пробовал, скажем так, эту машинку. Немножко заляпал даже. Несмотря на то, что в барьерную защиту одевал. Я одевал в барьерную защиту... Сейчас покажу, как. Одевал вот так. И сюда вставлял картридж. То есть, все было в порядке. Ну, советую здесь вот скотчем еще залеплять. То есть, не скотчем, а малярным, или как он называется, таким, чтобы не елозил пакетик. Вот. В целом, лайнером я поработал и поработал магнумом. Работал пятым лайнером и девятым магнумом. Картриджи использовал такие вот, шайеновские. И что хочу сказать, что красит она великолепно. Она стоит дешевле, чем шайен. Но красит она, я думаю, так же. А вот, ну и не скажу, что лучше, но мягче. Мягче и как-то, как бы это сказать, нежно, что ли. Не знаю, как объяснить. Красит она мягче. Лайнер я люблю быстрый. К сожалению, не шайен, нет, машинка не такая. Я люблю быстро вводить контура, потому что ровнее у меня они получаются, когда я делаю именно быстро. Но вот быстро с этой машинкой делать не получится. Приходится вести примерно, ну, вот так где-то. Нет, даже, ну, вот так, если показать. Ну, в общем, медленно приходится вести. Если ты вот так сделаешь, то у тебя ничего не прокрасится. А что, какой мой вердикт? Эта тачка полностью соответствует своей цене и, как бы, заявленным качествам производителя. Своей цене она, цена-качество, соотношение идеальное. Я бы поставил ей с 10, наверное, 9 и 8. Ну, как бы, да, 9, 9 и 8, вот так примерно. Потому что, ну, там ей не дотягивает немножко, как бы, в контуре. Ну, да, хотя за контур я бы 9, наверное, поставил. Да, если бы она еще контурила, хорошо, было бы здорово. 9. Оценка этой тачки из 10. Всем спасибо, что смотрели. До новых встреч. Сегодня с нами была тачка вот такая вот. Такая вот машиночка с нами была. Всем пока.